Сейчас в новостях и в интернете лидирует обсуждение коронавируса, однако в Тверской области наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано более 11 600 случаев заболевания, а также 46 случаев. Это гонконгский грипп. Чем он отличается от обычного и как защитить себя от вирусов, узнал наш корреспондент. По данным Тверского Роспотребнадзора, часть пациентов, слегших с гонконгским вирусом, не привиты от гриппа дети до 14 лет, а также взрослые. К слову, за предыдущий эпид-сезон грипп на территории нашего региона не зарегистрирован. Общее название – это грипп. Возбудители гриппа. Они бывают разные. Бывают типа А-возбудители, которые делятся на по типы, и бывают Б. В связи с этим у нас ежегодно меняется состав вакцин, он меняется и как раз-таки подстраивается под те штаммы, которые будут циркулировать. Гонконгским штамм гриппа назвали не потому, что у него азиатская специфика, а по месту локализации вспышки в конце 60-х годов, начавшейся в Гонконге. Оттуда инфекция распространилась и в другие страны. Кстати, к тому, что на территорию Тверской области в этом году может прийти сразу две разновидности гриппа, специалисты знали заранее. Это грипп А-виктория, H1N1, так называемый пандемический грипп, и грипп А-H3N2. Сейчас мы видим, что большая часть людей, которые заражаются гриппом, в лабораторных исследованиях подтверждается именно грипп А-H3N2. Это сезонный грипп, который неизбежно приходит на территорию нашей страны. К слову, в большинстве случаев проявление коронавируса очень схожо на симптомы гриппа. Температура, сухой кашель, головная боль и в горле. Ломота во всем теле. Проявляются они уже через один-два дня после заражения. Основное отличие, которое может помочь в определении гриппа или коронавирусной инфекции, является динамика развития симптомов. Все-таки при коронавирусной инфекции динамика несколько замедлена. Подъем температуры более плавный. При этом грипп характеризуется резким подъемом температуры до высоких цифр, вплоть до 39-40 градусов. И это происходит в кратчайшие сроки. По словам специалиста, наиболее эффективным способом защиты что от гриппа, что от коронавируса является вакцинация. Кстати, прививку от гриппа можно делать на протяжении всего эпидемического сезона. Сейчас мы видим, в основном регистрируются случаи гриппа А. Ближе к концу сезона традиционно регистрируются случаи гриппа Б, потому что динамика заболеваемости по штаммам вируса гриппа, она также в течение всего сезона неоднородная. Соответственно, вакцина против гриппа защищает от всех штаммов, которые ожидаются на нашей территории в текущем эпидемическом сезоне. Поэтому, сделав прививку сейчас, наши граждане будут защищены до конца сезона, до марта, апреля месяца следующего года. Специалисты напоминают, что не стоит забывать о других способах профилактики вирусных заболеваний. Ношение медицинских масок, мытье рук, снимать верхнюю одежду, не проходя далеко в дом.